Всем здарова, бандиты! В этом видео я хочу рассказать вам о бесплатных продуктах в пятерочке. В 2016 году я был обычным студентом, учился, беды не знал, но, как и у всех студентов, в тот момент с деньгами было очень туго. От денег родителей я отказался, не люблю сидеть на шее, поэтому приходилось экономить на всем. И вот однажды в пятерочке я купил себе то ли курицу, то ли йогурт. Придя домой, я понял, что продукт некачественный, и по факту, посмотрев на срок, понял, что он просрочен. А так как в тот момент я не шарил вообще ни в чем, решил загуглить, как сдать просрочку. Наткнулся на канал Просрочка Патруль, кстати, эти ребята до сих пор что-то там снимают. И пошарившись там, увидел видос, в котором рассказывали, что можно сдать просрочку, получить качественный товар, а тебе вдогонку еще и денег дадут. Ну не хуа чихуа, подумал я. Не, стоп, вы наверное не поняли, то есть ты находишь просрочку, покупаешь ее, возвращаешься на кассу, говоришь, вы мне просрочку продали, а тебе возвращают бабло и еще хороший товар бесплатно. Когда я решил это проверить, потому что попахивала какой-то наебкой, моему удивлению не было предела. Администратор в местном магазе с радостью забрала мою тухлятину и дала свежачок. При этом сказала, мол, спасибо тебе, добрый друг, ты молодец, помог нам. А я говорю, а деньги мои где? Этим вопросом я уложил ее на лопатки. Она томным голосом спросила, какие еще деньги? А я ей в ответ рассказал про эту акцию, на что она поменялась в лице и молча достала из кассы пару соток и вернула мне мои деньги. У меня на руках остался свежий продукт и мои денежки. Да что, черт возьми, за волшебство? И тут меня осенило, я понял, что на полставки устраиваюсь проверяльщиком свежести в пятерочку. И моей голодной студенческой жизни пришел наконец-то конец. На следующий день я уже стоял и просматривал сроки годности в ближайших магазах пятерочки. Я не шучу, в то время можно было найти просрочку почти на каждый вид товара. Хотя и сейчас можно, главное не ходить в один и тот же магазин постоянно. А то один раз продавец горячих кровей после очередного бесплатного забранного мною тортика закрыл кассу и проследовал прямо за мной. Видать, хотел поговорить по душам, но что-то его остановило и я быстро свалил оттуда. Мне кажется, еще пару секунд и этот тортик за 500 рубасов прилетел бы мне в лицо. Да, ребята, вы не ослышались. Я брал только дорогую продукцию, ведь размениваться на мелочи не хотел. Да и не солидно как-то. На самом деле я находил разную продукцию. От чупа-чупсов за 3 рубля до какого-то стейка рибай за полторы тысячи. Да, это очень дорого, но я тогда не стал наглеть, потому что побоялся, что мне реально дадут люлей. А вообще, кто не в курсе, пятерочка клеит специальные стикеры на продукты, если у них заканчивается срок годности. И там написано типа скидка и не скидка. Ну, короче, опознавательные знаки. Ну, допустим, если у них был загруженный день, они просто забывают про это и не убирают товар. Поэтому на следующий день, желательно с утра, можно было приходить и просто там набирать кучу продуктов. Я даже стратегию для себя выработал. Ходить только с наличкой, чтобы можно было сразу вернуть деньги. А то на карту хрен-то ждешься возврата. Оказалось, таким способом пропитания пользовалось много людей. Многие попросту вели себя как скоты. Искали просрочку, демонстративно покупали и тут же сдавали. А бедные продавщицы выслушивали, какие они невнимательные. Мне же приходилось из-за своей дикой совестливости покупать, отходить на пару минут за угол, создавать вид, что я проверяю срок. И только потом возвращаться к кассе. На самом деле, спустя какое-то время продавщицы начали шарить за это. И просто не продавали некачественный товар. Они меня видели, смотрели на продукт. Ага, значит у него испорченный срок годности. И просто не продавали. Хотя по факту, я вам так скажу, они не имели права отказать. Если продукт просрочен, это уже их проблемы. И тогда эта тема могла бы не сработать. Но если честно, я вот в одно место не лез. И если вдруг они говорили, что да, это просрочка, мы тебе продавать не будем. Я с ними в принципе соглашался, потому что, ну, раз они увидели все-таки, а не купил же еще, то я их, грубо говоря, прощал. Часть аудитории сейчас думает. Ля ты крыса, а! Скажу вам так, я подружился с директорами пятерочек за время своих голодных рейдов. И, конечно же, первый мой вопрос был к ним. На кого ложится ответственность за просрочку? И с чего кошелька возмещается эта потеря? Вы, блин, не поверите, но ни на кого. Они просто списывают товар. И как-то хитро это обыгрывают, поэтому совесть моя чиста. Да и с другой стороны, нехер филонить. Я вот работаю каждый день, дело свое делаю. А если в то время один студент умудрился за 30 минут найти просрочки больше, чем продавцы за неделю, то тут уже проблема этих тупых продавцов. Кстати, я не все время хапал. Иногда вообще прощал им. И просто просил убрать с полок просрочку. Спустя некоторое время все пятерочки вокруг были зарейдены мною и, конечно же, меня уже знали в лицо. Это не очень круто с точки зрения совести, но, знаете, ребята, если ты сильно хочешь есть, то лучше, конечно, такой способ, нежели, блин, идти и побираться где-то. У меня просто в тот момент не было особо выбора. Хотелось чего-нибудь вкусненького и интересного, а, ну, как вы понимаете, баблишка не было совсем. Это сейчас ребята могут там всякие тиктоки записывать, получать донаты и веселиться, да, там на ютубе снял видос и тоже разбогател. Раньше такого не было, раньше не так была развита эта сфера и все равно даже 2016 год очень кардинально, блин, отличается от 2021, где любой ребенок может заработать, просто сняв один видосик. У нас из работы в то время было не так много возможностей. Это пойти раздавать листовки или, может быть, куда-нибудь в KFC или в Бургер Кинг устроиться. Но, конечно же, тогда страдала бы учеба. Сами понимаете, времени очень много это отнимает и сил тоже. Так что это была за акция и есть ли она сейчас? Акция называется «За качество отвечаем» и она распространялась на все ритейлы группы компании X5. Туда входила пятерочка, карусель, спар, перекресток. А если вдруг ты был не в курсе, что это все одни шараги от одного директора, поздравляю, сегодня ты зашел в интернет не зря. Если честно, я даже пару раз пытался в больших гипермаркетах найти просрочку. Ну вы же понимаете, что в больших гиперах намного больше товара. И в связи с этим найти какую-нибудь дорогущую рыбу, просроченную, намного проще. Но это на тот момент думал я. Но на самом деле, правда, оказалось очень стрёмной. Ведь найти просрочку в больших гипермаркетах фактически невозможно. А все дело знаете в чем? Вот как раз в этих гипермаркетах вся ответственность ложится на определенного продавца. Было у меня пару раз такое, что все, я уже нашел просрочку. Бежал на кассу в большом гипермаркете. То ли это был перекресток, то ли карусель, точно я вам не скажу. И вот я бегу на кассу, отстаиваю огромную блиночередь. Все, мне пробивают продукт. И что вы думаете? На кассе срабатывает какая-то пикалка. Она оповестила продавца, что продукт просроченный. Ну и все, на кассе мне продавец сказала, что продукт просрочен. Вы можете либо отказаться от него, либо сами сходить куда-нибудь в центр магазина, где вы его брали и взять там нормальный. Так что, ребята, большие гипермаркеты очень оснащены на проверку просрочки. У них там есть одна единая база, которая отслеживает продукты по его наименованию, штрих-ходу и так далее. Короче, я вам не советую вникать в это, вы лучше послушайте, что я вам скажу дальше. В то время такими вещами злоупотреблять не стоило, потому что вы могли бы попасть в топ черного списка этих ритейлов. Если честно, я в душе не чаю, чем это чревато, но звучит очень устрашающе. Поэтому я бы вам не советовал этим заниматься. Ну, конечно же, в то время. Ну, а на сегодня все. Я уверен, вам очень понравилось, поэтому не забывайте подписываться и жать колокол. Ну и ждите следующего ролика. Всем пока!